Есть одна проблемка. Когда мы экономим деньги, мы концентрируем свое внимание на то, что мы упускаем прямо сейчас. Возьмем небольшой пример. Ты идешь по магазину, у тебя достаточно денег, и ты видишь мороженое. Или ты идешь по магазину, у тебя достаточно денег, и ты видишь какой-нибудь хороший магазин, где продается туалетная вода, которую ты можешь себе позволить купить. Точно так же, как и мороженое. Или третий пример. Ты идешь по магазину и видишь магазинчик, лавку с красивыми статуэтками, и ты можешь себе позволить это купить. И что происходит в этот момент? Мы сейчас говорим о том случае, когда эти вещи не являются для тебя товарами первой необходимости. Ты не испытываешь дефицита калорий, ты не испытываешь недостатка туалетных водичек, которых у тебя вполне достаточно. У тебя целая полка со статуэтками. Вот именно этот случай мы рассматриваем. В такой ситуации у нас в голове конфликтуют две разных мысли. Первая мысль звучит так. Я куплю это прямо сейчас и испытаю удовольствие. Вторая мысль звучит так. Я решил экономить деньги, но если я сейчас не куплю это себе, то я буду чувствовать себя ущемленным. Многие люди в такие моменты принимают важное для себя решение больше зарабатывать денег. Но проходит какое-то время и они действительно начинают больше зарабатывать, но денег в сухом остатке больше не становится. Потому что они не приняли второе важное решение инвестировать в себя будущего. Мы дошли до какого-то определенного уровня. К примеру, мы зарабатывали 500 долларов, а стали зарабатывать 1000 долларов. Наш доход увеличился в два раза. Но куда же уходят деньги? Мы, анализируя свое прошлое поведение, не можем понять, куда мы их потратили. Так происходит потому, что когда мы совершаем какие-то мелкие эмоциональные покупки, которые доставляют нам удовольствие, мы их не замечаем. Они как бы замыливаются. А крупные покупки, например, новый автомобиль, новый компьютер, квартира, новая хорошая одежда, эти вещи запоминаются. Но в большинстве случаев мы тратим свои деньги на какие-то мелкие сиюминутные вещи. Мысли о пенсии вызывают у нас стресс. И чтобы избежать этого стресса, мы просто не думаем об этом. Зачем откладывать деньги на будущее, которое непонятно, когда наступит, если есть столько много важных и интересных вещей, которые мы хотим прямо сейчас, в эту же минуту. И это мешает нам получать долгосрочные результаты, долгосрочные накопления. И это касается не только денег, кстати. Это касается и здоровья, и много чего другого. Например, если ты сейчас не хочешь идти лечить зуб, то в дальнейшем у тебя будет большая дырка, а может быть ты вообще лишишься зуба, и тебе придется потратить много денег для того, чтобы сделать себе имплантант. То же самое с деньгами. Если ты сейчас не откладываешь деньги на будущее, то когда будущее настанет, ты поймешь, что ты все это время мог откладывать. Но будущее нам кажется очень-очень далеким. Попробую ответить на два вопроса. Что важнее, получать счастье и удовольствие прямо сейчас, либо получать счастье и удовольствие через день, через неделю, через месяц, или даже через год. На самом деле это очень сложный вопрос, и на него нет правильного ответа. Давай разбираться, как выходить из этой ситуации. У нас есть много областей мозга, которые отвечают за разные способы поведения. Для упрощения в нейролингвистическом программировании мы называем эти части мозга частями личности. Например, префронтальная кора, которая является думающей частью мозга, говорит тебе следующие вещи. Давай будем откладывать 10% своей зарплаты на депозит, и уже через год у нас будет больше, чем 2000 долларов на депозитном счету. За эти деньги ты сможешь съездить в отпуск, ты сможешь пройти курс массажа, ты сможешь залечить свои зубы, которые ты так давно хотел залечить. И в принципе с этим можно согласиться, все логично. Центр, который отвечает за привычки, говорит тебе следующее. Давай сделаем все как обычно, это намного удобнее, мы так привыкли. А центр удовольствия тебе кричит. Смотрите, печенька! И в этот момент все ломается, и логика, и привычка. Работает центр удовольствия. У нашего мозга есть следующая тенденция. Мы уделяем больше внимания тем вещам, которые происходят прямо сейчас. И это не просто так. Все дело в том, что виной всему эволюция. Раньше, несколько тысяч лет назад, люди жили одним днем. Они не знали, наступит ли завтра. И нужно было получить удовольствие прямо сейчас. Нашел мамонта, сожрал его всего. Нашел женщину или нашел мужчину, получил удовольствие, наделал детей. Успел родить, хорошо. Не успел родить, все, род прекратился. Но сейчас мы живем немного в другом мире. 10 долларов, которые ты держишь прямо сейчас в руках, они намного лучше ощущаются, чем 100 долларов, которые у тебя будут через год. Согласись. На самом деле нам нужен баланс между тем, как мы чувствуем себя прямо сейчас, наше счастье прямо сейчас. И между тем, как мы будем чувствовать себя в дальнейшем будущем. Хотя будущее нами плохо осознается. За рубежом провели один интересный эксперимент. Он заключался в том, что во многих странах есть пенсионные фонды, с которыми ты можешь либо заключить договор, а можешь не заключать. Соответственно, если ты заключаешь договор с пенсионным фондом, пенсионный фонд забирает часть твоей зарплаты в виде отчислений. Он их копит. Он их где-то немного даже может и приумножает. А если ты договор не заключил, то, соответственно, и пенсии у тебя нет. И вот так вот люди живут. Что сделали сотрудники одного из таких пенсионных фондов? Они брали фотографию своего клиента и с помощью искусственного интеллекта показывали ему процесс его старения. Как он будет выглядеть через 10 лет, как он будет выглядеть через 20 лет, через 30 лет и через 40 лет. У этого эксперимента есть очень-очень интересный и позитивный эффект, который ты сможешь использовать, досмотрев это видео до конца. С помощью этого эксперимента они переводили человека из абстрактных представлений о пенсии к более целостному представлению о человеке, о котором он будет заботиться. То есть о самом себе. И количество человек, согласившихся стать участником пенсионной программы, стало намного-намного больше. Если ты хочешь разобраться со своими привычками и научиться откладывать деньги, если ты хочешь начать больше зарабатывать, если ты хочешь разобраться с целеполаганием, разобраться с ограничивающими установками, теми убеждениями, которые могут тебе мешать достигать целей, прокачать свои навыки общения. И вообще учиться быстрее и эффективнее, чем другие люди, я приглашаю тебя на свой пошаговый онлайн-видеокурс NLP-практик. В этом курсе более 100 пошаговых видеоуроков с базовыми техниками нейролингвистического программирования. Ты можешь приступить к обучению уже сегодня, прямо сейчас, если пройдешь по ссылке в описании. Как устроено обучение на этом курсе? Видеоуроки поданы в двух форматах. Первый формат это видеоформат, также все видеоуроки переведены в аудиоформат, то есть ты можешь их просто слушать, если ты на слух воспринимаешь лучше. Также к каждому видеоуроку есть короткий конспект и дополнительная визуальная презентация. Но самое главное, в каждом видеоуроке есть простое маленькое практическое задание, которое ты вполне можешь выполнять самостоятельно и получать удовольствие от освоения новых навыков. Доступ к курсу дается навсегда. То есть по большому счету ты покупаешь большой видеоучебник, который будет служить тебе всю жизнь. И вишенка на торте. Один раз в месяц мы проводим групповое онлайн-видеозанятие, где мы вживую отрабатываем практики, я отвечаю на вопросы, даю обратную связь и делюсь дополнительными секретными техниками и стратегиями. Курс постоянно пополняется, поэтому это хорошая инвестиция на сегодняшний день. Не упускай свою возможность. А сейчас я приглашаю тебя продолжить просмотр видеоролика, как заставить свой мозг экономить деньги. Самое интересное только начинается. Другими словами, у человека появлялось видение и понимание, для чего и для кого он делает эти отчисления. То же самое можешь сделать и ты. Я не знаю, сколько сейчас тебе лет. Выбери своего кровного родственника. Маму, папу, либо бабушку, либо дедушку. Кого ты в действительности видел уже в преклонном возрасте. Может быть даже за некоторое время до его смерти. Представь этого человека. Вспомни, как он выглядел. Выбери того родственника, на которого ты больше всего похож. И с вероятностью 80%, что в том же возрасте, в котором был тот родственник, которого ты видел, наблюдал сам воочию, будет похож на тебя. Точнее, ты будешь похож на него. Посмотри на этого человека, вспоминая своего родственника, бабушку, дедушку, может быть маму или папу, которые уже ушли из жизни. Вспомни, как они выглядели в старости. И пойми одну простую вещь, что так будешь в старости выглядеть ты. И задайся вопросом, готов ли ты помогать этому человеку. Заслуживает ли этот человек заботы? Заслуживает ли этот человек качественного обслуживания? Заслуживает ли этот человек хороших условий жизни? И впредь, откладывая деньги на депозит, либо в копилку, вспоминай этого человека. Вспоминай бабушку, дедушку, маму или папу в преклонном возрасте. И понимай, что именно так будешь выглядеть ты. И сейчас ты можешь принимать решение, инвестировать в свое будущее или не инвестировать. Ты откладываешь деньги для того, чтобы тот пожилой человек в старости был счастлив. Сейчас, когда ты знаешь, как работает твой мозг, когда ты знаешь, какие части твоего мозга конфликтуют между собой, ты можешь принимать уже более взрослые, более осознанные финансовые решения. Ты можешь начать экономить 1 доллар в день. И через год у тебя будет уже 365 долларов. Возможно, когда ты будешь экономить 1 доллар в день, через пару месяцев тебе захочется уже экономить по 2 доллара в день. И это будет уже интересней. А может быть, спустя несколько месяцев такой экономии ты уже решишь откладывать 200-300 долларов в месяц для того, чтобы инвестировать в свое будущее. И таким образом ты накопишь на свои мечты, ты накопишь на свои желания. Но очень важно найти этот баланс между тем, что я хочу получить прямо сейчас и между тем, что я хочу получать в будущем. Спасибо.